Великий Новгород погрузился в воду. Затоплены многие дороги, дворы и тротуары. Ответственные службы ответственно заявляют, что делают все возможное. Но моментально решить проблему устаревшей ливневки не в состоянии. Тем временем синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. А значит, кому-то из новгородцев, возможно, придется вместо резиновых сапог примерить костыли. Попова-6, корпус 2. Жители этого дома пробираются к своим подъездам, словно по лабиринту. Вороздить просторы не рискуют даже автолюбители. Та же ситуация во дворе дома номер 18 по улице Псковская. И если худо-бедно представляется, как минует это море один человек, то как в такой ситуации быть мамочком с колясками или пенсионером с маленькими детьми? Пересечение Зелинского и космонавтов. Чтобы обойти эту лужу, если ее вообще можно так назвать, нужно пройти ни много ни мало, несколько сотен метров. Когда обильные дожди и таяние снега, здесь постоянно вот такая вот творится, лужи такие. Не то что лужи, это настоящий потоп. Бывало такое, что, не знаю, тут и резиновых сапог мало. Приходится заколенники одевать. По словам Владимира Карташова, теперь его тетя, между прочим, инвалид, чтобы просто сходить в магазин и при этом не помочить ноги, должна преодолевать расстояние в 10 раз больше обычного. Не пройти, не проехать, кажется, проще переплыть. Люди, в том числе и дети, здесь недалеко находится школа, просто вынуждены нарушать правила дорожного движения, если не готовы оказаться в воде. Оттепель, говорят коммунальщики, обильные осадки, вода плохо уходит. Что ж поделаешь, если в некоторых местах забита или просто-напросто не предусмотрена ливневка? Сейчас водоканал, которому переданы сети, которые принадлежали ранее Ремстроидору, то есть в дежурном режиме, второй день на сетях работают, устраняют локальные засоры. Справедливости ради отметим, что водоканал действительно работает. Сейчас откачивается вода на перекрестке улиц Зеленского и Космонавтов. На придомовые территории, по-хорошему, в первую очередь обратить внимание должны управляющие компании. В среду синоптики обещают 13-градусный мороз, а это значит, что все эти язык не поворачивается сказать лужи, превратятся в каток. Кристина Масальцева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.